Это поле, расположенное в Абазинском районе, засеяно элитными сортами картофеля. Аграрии рассчитывают получить тут богатый урожай. Но похоже, что подсчитывать придется не прибыль, а убытки. Причина – капризы погоды, которые заставили фермеров не на шутку испугаться. Ежегодно наносится огромный ущерб сельскому хозяйству нашего региона. Если брать аналогии, например, прошлого года, то в прошлом году в трех муниципальных районах – Ногайский, Адыгехабльский и Хабецком районе – пострадало более 9680 гектаров. В прошлом году на компенсацию ущерба этих сельхозтовропроизводителей, их более 65, было выделено 119 миллионов Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Крачеву Черкесию можно отнести к регионам рискованного земледелия. Засуха, шквалистый ветер, проливные дожди, град. Вот неполный список того, что может стать причиной гибели урожая. В таком климате, пожалуй, единственная возможность уменьшить риски – это агрострахование. Правда, пока хозяйства региона с неохотой идут на это, не понимая, зачем страховать свои поля за собственные деньги, если в случае ЧП государство возместит часть ущерба всем, независимо от того, застрахованы они или нет. В постановлении правительства за номер 1441 с изменением 2018 года, подписанным Медведевым, там четко написано, в случае, если на территории субъекта отсутствуют страховые компании с государственной поддержкой, тогда глава республики или уполномоченный парламент КЧР, глава объявляет ЧАЭС в одном регионе и эту информацию посылается в Москву, а потом в среднем все документации. В этом случае это нам гораздо дешевле как-то для мелких фермеров. То, что они предлагают, действительно все надо обмозговать, посчитать, сесть, написать технологическую карту, затраты на один гектар себестоимостью вывести. Однако государственные деньги далеко не полностью покрывают убытки. Да и ЧП происходит локально, затрагивает, к примеру, только один район. Чтобы сделать страхование максимально выгодным для аграрьев, в текущем году эта система претерпела изменения. Была разработана программа господдержки, в рамках которой сельхозтоваропроизводитель оплачивает 50% страховой премии, а оставшиеся 50% перечисляются из бюджета. Специалисты надеются, что это будет хорошим стимулом для фермеров. Там много условий, которые изменились в лучшую сторону. Во-первых, расширенность перечень, которую они могут застраховать. Франшиза уменьшилась. Что такое франшиза? Это та часть, которая не возмещается при страховом случае. Раньше это, по-моему, было 20%, сейчас минимально 10%. То есть фермер для себя сам выбирает, какую часть урожая он готов не страховать. Соответственно, от этого зависит у него и сумма страхования. Да, это будет федеральная программа, это будет федеральная поддержка. Но любая федеральная поддержка работает на софинансировании с местной бюджетой. И для того, чтобы нам понимать, сколько нам денег заложить в нашем бюджете, нам нужно понимание, сколько людей будет страховать и какие площади. Чтобы повысить финансовую грамотность аграрьев, а также рассказать им о преимуществах госпрограммы, их пригласили на совещание-семинар, объединивший специалистов Минсельхоза, руководителей крупных хозяйств и представителей Национального союза агростраховщиков. Задача столичных специалистов – не только провести разъяснительную работу, но и разобраться, почему сейчас агрострахование в Карачаевой Черкесии идет с такой неохотой. Оказалось, что причина – недоверие фермеров к страховым компаниям. В 2015-2016 годы Центральный банк Российской Федерации провел такую массовую чистку на рынке агрострахования и лицензии лишились практически все вот эти компании, сомнительные, которые занимались агрострахованием. Соответственно, сейчас в новых условиях действуют в основном крупные федеральные страховые компании, которые при наступлении убытков могут выплачивать страховые выплаты. Есть дополнительные механизмы защиты аграриев, то есть в случае, если будет отозвана лицензия или обанкротится страховая компания, за эту компанию выплаты будет осуществлять Национальный союз агростраховщиков за счет средств компенсационного фонда. Стоит отметить, что Карачаева-Черкесия выбрана как один из пилотных регионов для отработки новой программы агрострахования. Специалисты надеются, что постепенно в нее включатся все те аграрии, кто всерьез беспокоится за свой будущий урожай. Дарья Назарова, Радамир Князев, Архиз 24.